друзья 7 недель 8 пошла я думаю понятно по моему состоянию и виду что со мной происходит очень хочется спать никаких сил вообще и самое ужасное что постоянно тошнит вот пока спишь не тошнит с утра встаешь начинаешь начинается тошнота нужно поесть есть хочется ничего не лезет очень редко что-то влезает хлеб влезал сейчас хлеб уже не лезет я по чуть-чуть пытаюсь себя как-то пихать иногда поташнивает иногда прям тошнит пока еще не рвало слава богу вот с утра я как-то успела помыть полы пропылесосить даже успела в итоге у меня ощущение такое что я не просто помыла полы пропылесосила что просто по мне проехались танком и я заметила что у меня тошнота усиливается к вечеру и усиливается на тех случаях если я что-то делала в течение дня то есть вроде бы как уставший организм он с трудом же переваривает пищу и вообще лучше себя не нагружать я сейчас просто благодарю бога благодарю бога за то что так сложилось что я сейчас не работаю ну конечно если нужно было бы я бы встала поплелась бы с пакетиком не знаю я я уверена что если бы я вышла из дома меня бы начал оборвать потому что здесь как-то можно окно открыть себя успокоить здесь нет этих запахов кстати вчера мы вышли прогуляться я уговорила мужа пойти старбакс господи когда мы доехали до гази паша вы не представляете как я оттуда бежала до машины мы прошли буквально 500 метров я поняла что я я не могу во первых меня нет сил во вторых я просто не могу я не знаю как объяснить это состояние кругом вонь люди что-то едят люди чем-то надушились они воняют и мне муж еще как на зло вот всегда так бывает особенно когда травишься знаете когда тошнит давай я тебе куплю молочные баклавы но может быть ты колы хочешь ков отколы же тебе хорошо давай ягод кофейку попьет и рядом посидишь и вот после этой фразы я говорю мы едем домой и гури этого не вынесу просто не вынесу и стоило только сесть машина в машине опять начинается качка мне вообще знаете такое ощущение что-то тошнота она идет от головы ощущение что тебя укачала в машине такая вот значит слабость после отравления как после какой-то болезни такого сильного гриппа и вроде бы есть хочется но от головы какая-то какое-то головокружение и такие легкие вертолетики стоит повернуть головы у тебя тебя уже укачивает ну короче такая вот ситуация я терплю а что делать куда деваться с подводной лодки как говорится одно лишь утешает что это все временно что это все пройдет да вот такая вот я прыщала кстати красивая ну как есть решила вам сделать live live включение давно не лежала в кровати с телефоном и не вещала из кровати странно себя чувствую на самом деле кошка рядом со мной она меня поддерживает во всем готовить все я уже отказываюсь готовить ужины а еще знаете что я заметила что когда я готовлю меня после этого тошнит еще больше то есть если нанюхаться видимо организму организму какая-то интоксикация начинается уже даже просто от запахов если нанюхаться этих запахов то тошнит больше я заметила что когда мы ездим к свекрови например и она готовит уже я прихожу на все готовое я спокойно ем с удовольствием сейчас будет такая проблема мы же никому не говорили и не планировали говорить я вообще планирую сказать когда уже живот на нос полезет я бы свекрови сказала конечно же но я прекрасно понимаю что она не сдержится она не сдержится она всем расскажет потому что но я знаю этот менталитет ну здесь не принято молчать она очень обрадуется я это знаю потому что она очень давно ждет нас этой новости и как я буду сейчас к ней ходить если меня постоянно тошнит но это же был один раз можно сказать да что-то я отравилась ты же не будешь каждый каждую неделю говорит что отравилась и что-то с тобой случилось или что-то на диете на общем это бред я думаю что проницательный человек поймет сразу ну не знаю посмотрим надеюсь что станет легче да вот получается что токсикоз меня начался на восьмой неделе сейчас седьмая неделя и один день а я так радовалась думаю что ничего не будет как бы не так друзья я решила включиться хотя бы не из кровати ну вот как смогла еле сижу на самом деле все равно я считаю что чувствую себя замечательно по сравнению со вчерашним днем сейчас 88 недель и три дня я привела себя в порядок помыла голову исходила в душ вчера был просто ужасный день у нас пару недель шел дождь просто беспробудный дождь и сегодня первый день солнца то есть резко очень поменялась погода и у меня началась головная боль я выпила парацетамол который можно пить при беременности он мне совершенно не помог хотя я терпела до последнего я не хотела пить лекарство я поняла что у меня уже начинается просто совершенно такое состояние когда ты ищешь пятый угол ты не можешь не лежать не сидеть ты ищешь какое-то положение я что только не пробовали компрессы и все что угодно я выпил этот парацетамол но он притупил больно 15 минут просто чуточку притупил и все болел у меня вот так вот глаз эта часть головы вот прям знаете как идет по вот по линии да и отдавала в шею я не знаю что это мигрень не мигрень но я просто поняла что скорее всего я я страдаю именно мигренью потому что раньше я пила лекарства достаточно такие не парацетамол достаточно сильные и у меня голова проходила соответственно сейчас я их пить не могу ящила все прелести этого состояния в чем вчера был просто ужасный день болела у меня голова до самого того момента пока я не заснула я перед сном опять решила выпить парацетамол но никакого толку от этого не было я уже и мужа просила и голову мне массажировать и ноги массажировать у меня уже на ногах просто болячка до от этого массажа но единственное что помогло это просто я заснула я провалилась какой-то болезненный сон я проснулась тоже с чугунной головой но все равно я очень счастлива у меня вот просто открылось второе дыхание я счастлива что у меня не болит голова насчет токсикоза я не знаю что с токсикозом потому что на фоне вчерашней головной боли токсикоз это просто это просто какая-то мелочь недомогание хотя на самом деле мне кажется что стало лучше с сошнотой стало получше стало как-то до тошнит подкатывает нет аппетита но раньше была вот эта постоянная кислота вот этой кислоты в желудке в горле уже нет муж попросила свекровь турецкую маму приготовить сормы я просто очень люблю сорму она такая кисленькая без мяса и мама вчера говорит мужу да все ли у вас точно хорошо то есть мне кажется она уже поняла так на него посмотрела конечно не ничего не сказала а вот это вранье конечно я говорю одно муж говорит другое я уже две недели три недели не ухожу из дома кстати мне сегодня вторник сегодня вторник да мне в понедельник врачу надеюсь что буду в состоянии мне не хотелось бы тошнить по дороге или падать в обморок по дороге надеюсь что все пройдет хорошо надеюсь что с малышом будет хорошо насчет насчет токсикоза мне кажется что я немножечко решила этот эту проблему благодаря тому что стала пить больше я не могу пить воду и и пить тяжело потому что от нее какое-то ощущение будто ты сожрал слона в желудке я стала смешивать обычный сок из тетра паков ну сок обычно этот вредный химический сок типа сок нектар на самом деле 50 на 50 воды 50 сок он такой кисленький сладенький и как раз таки и сил становится больше и вообще вот первом триместре правильно питаться ну большинства не получается тех кто токсикозит не получается все что ты можешь удержать в желудке это часто не полезная еда и вообще-то ешь в принципе то что тебя может хоть как-то поддержать ты готова съесть не знаю все что угодно лишь бы это тебе дало сила потому что сил нет не мясо как у многих не мясо не протеины не рыбу ничего такого есть не могу ну сыр там хотя бы какой-то там кашка шарник не кашар без по моему его я могу есть по чуть-чуть совершенно яйца уже тоже все раньше ела сейчас не ум не могу вносить запах вообще токсикоз ну как-то вот у меня волнами идет то лучше что хуже что хуже ну вот мне еще добавилось мне ощущение что у меня вот в нижней части тела не считая ног идет какое-то вот как будто мне раздвигаются расширяется все как будто бы раздвигаются кости у меня не то чтобы болит низ живота мне вот такое ощущение что она все вот реально расходится в стороны не знаю я сегодня проснулся с этим ощущением что у меня вот низ живота он весь вот ну болит грубо говоря вот такая вот история что еще новый год я лежу переживаю просто что я не могу праздновать новый год смотрю какую-то фигню в интернете ну гормончики шалят я значит красную площадь увидела украшенную и снежки и все остальное и вот я говорю отвези меня там в россию отвези меня в город вези меня вот ну ты чё говорит ты у меня да 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 газе паша до старбакса да если не можешь какие тебе горы неадекват полный это конечно меня проходит я знаю что это все гормоны и когда ты болеешь у тебя болит голова это тоже влияет на нервную систему все пройдет короче говоря все пройдет и сегодня вот уже получше я все что смогла я поставила вот такую елку у меня здесь только фонарик заводной но не заводной она батарейки в принципе для новогоднего настроения хватит потому что елку нарядить я наверное не силах а потом еще и разрядить это точно не всех может быть муж это сделать если он захочет конечно кстати делами домашними я стараюсь заниматься вот беру аккуратненько пылесос медленно начинаю пылесосить потому что я вот из тех людей которые будут умирать но они себя накрасят ногти вот так вот вот так вот целыми днями она сидит на мне причем когда приходит ее отец вечером она так себя не ведет она его достает но она на нем не сидит она у нее другие способы его доставать она его за ноги кусает вот сейчас прилегла на меня это как знаете задушить любовью да я не встать не могу ничего не могу мне жалко ее себя себя снимать когда я стою в общем друзья мы врываемся в десятую неделю девять недель и один день я вчера очень обрадовалась что мне стало полегче меня до меня подташнивает но уже есть аппетит уже нет постоянной вот этой кислоты появилась вечерняя изжога в одно и то же время я обрадовалась очень рано радовалась потому что я переделала кучу дел вчера естественно я устала чем больше устаешь тем сильнее токсикоз чем я переделала вчера кучу дел и чего только не сделала в общем даже перечислять не буду свитер свой довязала там мужу какие-то пуговицы пришила ну какие-то знаете такие вот мелочи разбрала комод потому что уже смотреть страшно на это лежбище не знаю это гнездо в которое превратилась моя квартира я вот это вот все очень не люблю когда у меня вот где-то что-то там навалено свалено не люблю я это я решила вечером сжалиться над своим супругом и приготовить ему узбекский плов что-нибудь вкусное когда я тушила мясо мне пахло вкусно но приятно пахло то есть нормально терпимо но по мере того как я готовила я поняла что я начинаю травиться этим запахом то есть когда я говорю травиться запахом ребят это реально вот я прям чувствую отравление от этого запаха лук мясо специи вот это все она въелась просто мне в нос в горло в желудок хотя я это не ела я потом пыталась поесть думала может быть зайдет нет это было это был просто отвратительно это баранина там была баранина с говядиной смешано муж поел с радостью будет очень очень невероятно вкусно я думаю боже мой как это может быть вкусно это страшно пахнет ладно бог с ним как говорится пришлось мне потом заказывать доставку из бургер кинга да я могу есть только такое я ела картошку фри ела наггетсы и съела куриный сэндвич или бургер они не пахнут хотя бы в принципе я неплохо так поела и я ночью начала просыпаться от тошноты меня на 5 не опять ничего тошнить и у меня опять в носу от этот запах лука и баранины лука и баранины и до сих пор я вот проснулась утра я уже съела два тоста с нутеллы да я теперь завтраку только тостами с нутеллы больше ничего не идет внутрь а яйцах вообще речи не может быть да вот о животном животное вообще не входит внутрь и до сих пор я пытаюсь забыть этот запах но запах баранины с луком он просто не уходит не выходит из меня и вот меня постоянно вот опять вот здесь вот где-то мутит то есть когда проходит токсикоз нужно не бросаться и возвращаться к предыдущей жизни нужно постепенно это делать аккуратненько а не так как я потому что потом бросаешься к своим предыдущим делам начинаешь есть сметать все подряд и становится плохо поэтому аккуратненько все таки да он начал проходить до стало легче но он не прошел на сто процентов я опять вот обессиленная решила себя сегодня пожалеть вот сидим с помушей объем такой слабенький слабенький чайок с лимоном я себе в чашечку заваривание гранулированный чай это не турецкий чай резкий чая особо в чашку не заваришь его нужно варить этот чай завариваю в чашку себе и потихонечку пью пить надо обязательно так включаюсь из девятой недели плюс три дня вернулась от врача но не только что она вот буквально два часа назад вернулась от врача и все хорошо слава богу на данном этапе все хорошо и что вам хочу сказать я очень переживала что как я доеду как вообще я войду в эту больницу кругом запахи кругом так неприятно я боялась что меня не тошнит вообще боялась все эти три недели и сколько я уже сижу дома 4 выходить из дома чтобы не дай бог что-то там сама не случилось что вы думаете все прошло в больнице мне было вообще прекрасно не было замечательно после врача мне было вообще прекрасно я пришла прилетела просто на крыльях любви к этому миру домой и съела тарелку щей кстати навалила прекрасных щей на костном бульоне замечательных вкуснейших щей в которых стоит ложка просто офигенные щи ну я не смогла их есть и не могла их есть это два дня думала их уже заморозить до лучших времен потому что жалко реально еще очень вкусные из-за запаха до пока я готовила я вы ими отравилась от этих запахов и я съела огромную тарелку щей с кусочком бородинского хлеба у меня есть в морозилке запрятан на экстренные случаи бородинский хлеб сайте он уже заканчивается надо будет на трендеал заказать было очень вкусно и сейчас вот как-то я уже начинаю приходить в себя и у меня меня опять начинает потихоньку тошнит 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 вот странный странную страну устроен наш организм я не могу назвать этот токсикоз свой каким-то самовнушением это не похоже на самовнушение ну это исходит от организма вот эта сонливость тошнота но наверное когда ты не концентрируешься на не сто процентов а когда ты дома то естественно концентрируешься это выходишь на улицу и кругом солнышко такой замечательный мир я поняла что вообще соскучилась по этому миру может быть и надо бы мне выходить на прогулки по вечерам не знаю не знаю посмотрим хотя я один раз уже вышла еле до дома добежала мне муж говорит ты наверно по самому врач по своему врачу скучаюсь будет когда его увидишь тебе хорошо а потом тебе снова плохо становится но мы так прикалываемся нас такую вот этим я с вами хотела поделиться тогда я пока что дома не знаю есть у меня снимки конечно называть это такими информативными красивыми фотографиями сложно вот это вообще что-то что-то непонятно ну вот это уже более-менее похоже на человечка все континенты и пока не отступает коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней хочу выразить слова искренней поддержки всем снова привет добро пожаловать в мой токсикозный дневник надеюсь что у вас еще от меня не тошнит очень удобно наблюдать по моему рту что я ела на завтрак я ела шоколадную пасту сегодня кстати ничего кроме шоколадной пасты я есть не могла вот сейчас уже меня потихонечку в рацион входят яйца что произошло за это время в принципе без каких-то особых изменений я надеялась что токсикоз отпустит потому что наступили такие дни стали наступать такие дни когда мне легче становилось ну да правда тошноты стала меньше тошнит все равно но и и стало меньше стали вот эти периоды когда тебе хорошо день хорошо день плохо вот когда тебе хорошо они стали длиннее и стали появляться периоды когда тебе хочется есть уже прям такой голод конкретный я надеюсь что станет полегче но меня мучает сильная слабость сильная сонливость я вышла погулять с мужем вот просто пройтись пешочком прошла я 300 метров я поняла что нет мне очень раздражают запахи у меня очень сильная слабость у меня ватные ноги и я решила не рисковать новый год как мы отметили кстати я сделал оливье я даже запекла семгу в духовке я много всего не готовила отметили мы соком муж с пивом на турки очень любят пивом и раке отмечать новый год поэтому он слушал свои турецкие песни я смотрела что у нас там голубой огонек ну что-то очень по этим вот русскоговорящим каналам у нас хоть и канал который для германии вот транслирует в турции для русских немцев что ли но в общем такой он специфический канал это не тот самый канал который вещают на территории россии там реклама другая в общем все равно приятно путина мы послушали поела я оливье жку ну как то так вот то она мне шла то не шла неплохо провели новый год конечно могло бы быть лучше но в моем состоянии уже хорошо что еще до когда я выходила гулять я поняла что я не могу найти себе брюки любые джинсы которые были мне свободно свободно прям конкретно свободно они на мне не сошлись вот вот настолько пример а не то чтобы они мне тугие они вот настолько мне не сходятся честно признаться мне это напугало потому что я смотрела в интернете у девочек отзывы и на этом строке собственно нет никакого живота но у меня именно поплыла талия у меня вы знаете фигура где была талия она стала таким как губка боб такой прям прямоугольничек вот что произошло что еще сообщили мы моей маме сообщили мы свекрой просыпать вам рассказывала как-то мне стало полегче честно говоря потому что когда ты лежишь и придумываешь какую-то ерунду про себя какое-то вранье непонятное непутевая это честно говоря немножечко напрягает ну и поддержки стало больше иногда хочется поныть хотя я честно говоря мало ною и муж мой мне кажется он до конца не понимает до конца не не может прочувствовать поскольку он мужчина он не может до конца прочувствовать что происходит я не говорю каждую секунду меня тошнит меня тошнит меня тошнит у меня слабость у меня слабость у меня слабость и но думать что скорее всего она просто капризничает и он это принимает ну да бог с ним мужчины беременными не бывают поэтому у них своя задача что еще я заметила вот ужасную такую вещь что если ты не высыпаешься а я под новый год что поздно легла если поздно лечь на следующий день просто можно подохнуть и в пасмурные дни я заметила что я просто просто подыхаю я не могу голову поднять от подушки мне настолько мне даже лежать тяжело у меня слабость от того что я моргаю вот такие периоды сегодня я выспалась и сегодня спала 12 часов ровно 12 часов я себя чувствую замечательно мне прекрасный аппетит вот я думаю что смысл в том чтобы все-таки хорошо отдыхать многие я знаю усиленно работают лучше себя вот в этот период пожалеть и много не работать все и на этом выключаюсь потому что мне кажется что этот дневник первого триместра будет ну очень длинный наверное на час так минимум все друзья до следующего включения итак друзья до 11 недель я очень надеялась что наступлением 12 недели как многие пишут в интернете что вот я вступила 12 неделю и мне мне стало легче ни хри на это этот токсикоз это зараза она видоизменяется то есть да меня стало меньше тошнить меня тошнит по-прежнему но я меня уже появились такие приступы голода отчаянного зверского я вчера съела наверное пельмени 20 свекровьми налепила пельмени наших русских узбекских я не знаю какие они пельмени дай бог ей здоровья и здоровья и рукам вареников она налепила и я вот ела я это ела и я просто ощущал себя животным знаете вот так животные едят чувствовала себя прекрасно но потом к вечеру у меня тошнота опять усиливается и чем больше я устаю тем тошнота усиливается у меня наступила другая проблема у меня очень сильно кружится голова эти вот так называемые вертолеты о которых многие рассказывают во время беременности ты ночью поворачиваешься на другой бок у тебя в башке вертолеты ты просыпаешься среди ночи у тебя вертолеты и в общем днем у меня вертолеты и не то чтобы мне нравится лежать мне лежать не нравится то есть чем больше я хожу тем больше меня тошнит знаете это ощущение вот именно укачивание тебя сильно укачала иногда просто вот когда начинается сильная тошнота нужно просто лечь и не шевелиться и она как-то вот успокаивается лежать мне не нравится у меня уже болят кости болит спина я очень хочу сделать йогу я даже честно говоря всплакнула потому что меня я устала честно я стою я начинаю что-то делать у меня опять опять нет сила опять начинается тошнота я опять ложусь и я уже просто ненавижу этот диван я ненавижу эту стенку на которую я смотрю с утра до ночи мне надоело это сонливость потому что я устала спать да я постоянно хочу спать я сплю но я уже устала спать понимаете я уже хочу вот я хочу быть человеком они какой-то вот 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 и вот этот внешний вид на который я смотрю в зеркало каждый день я конечно принимаю душ я мою голову я хочу кстати покраситься потому что я вот я просто ненавижу отросшие корни у меня есть хна можно краситься безмячной краской во втором триместре но вот у меня еще чуть-чуть осталось до второго триместра главное чтобы не дышать вот этими парами аммиака у меня есть хна фито косметикс из фикс прайса но я думаю хоть как-то на спасет положение и нужно мне сходить на брови потому что брови у меня в принципе их можно уложить да кстати я ходила на брови последний раз месяц назад я уже была беременна и что я вам хочу сказать это очень больно то есть обычно я кайфую на бровях мне не текут слезы мне хорошо но в тот раз когда я пошла на брови я думаю я умру это ужасно больно это знаете болевой порог видимо как-то увеличивается уменьшается на борту то уменьшается становится очень больно у меня еще куча планов на квартиру мне нужно покрасить вот двери у меня в планах покрасить двери белый цвет у меня в планах покрасить консоли да я уже сто раз говорила да я крашу водорословыми красками которые не пахают я чувствую мне нужно движение но вот я жду когда придут эти вертолеты это слабость и на улице выходить мне страшно я вот выходила пару раз и понимаешь что это плохая идея хотя может быть нужно попробовать как-то хотя бы потихонечку у меня открыто окно с утра до ночи я стараюсь дышать воздухом привет друзья из 14 недели 13 плюс 3 у меня прошел токсикоз практически прошел проходило у меня постепенно так уж как и начинался у меня постепенно то есть то что я читала в интернете вы в один прекрасный день просыпаетесь и вас не тошнит у меня это было не так у меня это проходило волнами день хорошо день плохо потом просветы стали больше и в итоге вроде бы я сейчас ничего я даже вернулась кофе я даже вернулась к могу по понюхать послушать парфюм готовить могу но мясо мне не очень приятно по-прежнему почему-то мясо в кебабе в дюреме она мне нормально заходит его ем прекрасно а вот почему-то домашнее мясо который я сама приготовила она мне неприятно я могу его съесть но она мне не очень приятно все вроде бы из продуктов со всем остальным все хорошо аппетит увеличился что немножечко пугает меня пугает изменение в моем теле потому что да у меня нет большого живота скорее всего такое ощущение что я объел из зеленых яблок вот есть такое такое может быть вздутие вот так вот но не втягивается но я стала как деревце это я мужика что рассказывала что прошла болезнь из груди то есть немного осталось но раньше она болела очень сильно вплоть до того что ты ложишься и у тебя ты чувствуешь как у тебя грудь ну когда ложишься логично что она в разные стороны у тебя расходятся и вот и когда переворачиваешься чувствуешь как грудь за тобой переворачивается хотя у меня там не 5 размер но все равно ощущение не очень приятные у нас сильный холод на улицу я особо не выхожу что примечательного мне снятся психоделические сны цветные сны раньше таких снов таки с нами снялись очень редко сейчас это прям фэнтези прям регулярность вот какие-то прям яркие красочные их сложно назвать какими-то вещами это просто мультики мультики реальные события прям вот знаете не могу сказать что мне неприятные кошмары мне не снятся пока что хотя говорят что беременным снятся кошмары там мозг бьет по мозгу бьют гормоны нет что еще есть нужно мне примерно каждые два-три часа если я не поем я испытываю физический дискомфорт остервенение полное просто нужно обязательно поесть вплоть до головокружения у меня до начинается опять тошнота но легкая уже не такая как раньше может быть если я пойду куда-то в ресторан меня начнут опять раздражать запах я не знаю но в общем и целом как это с каждым днем мне все легче и легче да мы были на первом скрининге по первому скринингу по узи все хорошо по крови вроде бы пришли результаты вроде бы тоже полном предположительно тоже сказали но так но но а но и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok